добрый день дорогие друзья с вами как всегда игорь это филиал про тюнинга на улице российская 313 сегодня мы разберем с вами одну из самых важных тем в автомобилях это тормозные системы каких случаях нужно полностью менять тормозную систему и штатно уже никуда не годится как правильно подобрать под ваш автомобиль для чего нужны двухсоставные тормозные диски и откуда вообще в суппортах появились поршни давайте во всем в этом разберемся во-первых стоит разобраться из чего состоит тормозная система всех автомобилей мы сейчас не будем углубляться в темы стояночного тормоза барабанных тормозов разберем самый популярный вид это дисковые тормоза которые в принципе стоят на 95 процентах всех современных автомобилей которые есть у нас по дорогам общего пользования в первую очередь это тормозной диск за счет которого у нас осуществляется торможение делается это как у нас имеется суппорт тормозной который устанавливается на сам этот диск тормозной и путем сжатия колодок которые установлены в этом суппорте здесь у нас краски стоит диск происходит торможение тут же стоит заострить внимание на самом суппорте который тормозит у нас диск тормозной в нем установлен поршень который как раз таки давит на колодки и которые уже трутся от диска останавливать автомобиль он может быть установлен как с одной стороны может быть 12 может быть с двух сторон поршня у нас стоять вплоть до 12 поршней можно устанавливать в тормозную систему автомобиля естественно чем больше поршней у нас будет в этом суппорте тем более эффективно она будет работать то есть мы нажимаем на педаль газа тормозная жидкость передает свое давление на поршень суппорта и тем самым нажимает к лодке происходит у нас торможение с этим в принципе все понятно и теперь перейдем к тому что может выйти из строя послужить причины краски замены самой тормозной системы самая распространенная причина выхода из строя тормозной системы это перегрев тормозных дисков она не такая явная у вас при данной проблеме автомобиль может быть может также тормозить как и до этого казалось бы но при этом все равно это очень опасно и чревато при движении по дорогам потому что из-за перегретого тормозного диска у вас ухудшается в месте пятна красных и перегрева именно вот этот вот зацепь между колодкой и диском и грубо говоря он больше проскальзывает в этом месте при торможении можете ощущать биение на руле при торможении и то что машина немножко кидает из стороны в сторону то есть такая тряска будет присутствовать происходит это из-за того что было эффективное очень сильное торможение несколько подряд или вы допустим с большой скорости вплоть до остановки нажали на педаль тормоза и прям так останавливаетесь тем самым диск нагревается и естественно перегревается тоже очень частая проблема которая возникает практически у всех автомобилей но чаще всего кстати если сейчас это видео смотрят владельцы land cruiser of я думаю это уже известный факт что очень сильно страдает тормозная система этих автомобилях как раз так из-за перегрева и за основной вот этой вот причины и вторая самая частая причина выхода из строя тормозов это естественные процессы износа самих механизмов то есть стирание тормозного диска износ суппорта направляющих его поршней колодок и так далее в общем это все может известно у нас при пробеге изнашиваться и это стоит заменить не то что даже своевременно а за благо временно потому что тормоза это в первую очередь ваша жизнь ваша безопасность теперь перейдем к тому как их можно улучшить и зачем это нужно один из самых основных параметров при улучшении тормозной системы это ее размеры и второе это вес то есть мы можем или увеличивать тормозной диск тем самым у нас будет больше так скажем плечо обката при ну больше больше рычаг и естественно я думаю все знают это простейшая физика что чем больше у нас имеется рычаг тем легче им взаимодействовать на ось вращения и второе это увеличение суппорта то есть путем его замены мы можем поменять его на допустим штатный суппорт от этой же модели автомобиля которая у вас есть но допустим его более богатой версии там обычно тормоза стоят более мощный то есть у нас может быть большее количество тормозных поршней сам суппорт может быть больше из-за этого у нас увеличивается колодка и чем больше колодка тем больше у нас место прилегания ее к тормозному диску из-за этого увеличивается зацепь между колодкой и дисками естественно она лучше тормозит если мы улучшим это и другое то есть у нас будет больше рычаг на который легче взаимодействовать плюс у нас будет увеличенная колодка которая просто будет легче остановить этот тормозной диск то естественно в параметры торможения автомобиля гораздо лучше усилится самых основных видов тормозных дисков бывает два который стоит рассмотреть. Это цельный тормозной диск, как представлено у нас здесь на столе, и двухсоставной тормозной диск. В чем его отличие? У него есть основные две части. В этом диске как раз таки сам ротор, то есть рабочая часть, это место прилегания колодки суппорта к самому диску. И его центральная ступичная часть, которая крепится у нас уже, судя из названия, понятно, что ступицы автомобиля. То есть цельный диск у нас полностью чугунный, тяжелый, из одного куска металла, а двухсоставной будет состоять из отдельной части ротора, которая путем плавающих соединений закреплена с центральной его частью, с суппичной, и чаще всего, чтобы достичь еще большего результата, центральная часть выполняется из специального сплава алюминия, то есть тем самым у нас уменьшается вес тормозного диска, как раз таки еще один параметр для улучшения тормозной системы. И зачем нужен тот самый плавающий крепеж тормозного диска? Потому что при нагреве, при активном торможении тормозный диск у нас нагревается, и он может расширяться. Но многие замечали, что даже при исправной тормозной системе и частых торможениях, эффективных при очень быстрой езде, может со временем в руле ощущаться вибрация. При нагреве это все происходит из-за того, что тормозной диск у нас нагревается, и как раз таки уже при нагреве он немножко меняет свою форму, из-за того, что ротор как будто бы тянет за собой центральную часть, ступичную, из-за того как раз таки у нас начинает появляться биение в колесах. Если мы поставим двух составные тормозные диски, которые будут на плавающем соединении ротора и центральной части, этот момент у нас уйдет, потому что ротор будет расширяться от нагрева, и он не будет тянуть за собой ступичную часть. То есть мы получаем здесь что? Уменьшение веса тормозного диска, очень важный параметр при его торможении, и при эффективной езде, агрессивной и быстрой, у вас не будет проблем с биением в руле. И второй элемент тормозной системы это сам суппорт. Тут на столе у нас представлена обычная скоба, так называемая, то есть один поршень, который тянет за собой ту самую скобу, которая находится у нас в внешней части тормозного диска, и как раз так и зажимает колодками его с двух сторон. Чтобы добиться более эффективного торможения, обычно ставится полноценный суппорт, то есть из цельного куска металла, его корпус сделан, в котором уже стоит гораздо большее количество поршней, которые оказывают более сильное влияние, более сильное давление на сами колодки, и, естественно, из-за этого улучшается торможение автомобиля. Они у нас тоже могут быть облегченными, что тоже у нас может сказаться на лучшем торможении автомобиля, и при этом всем, когда мы уже улучшили и тормоза, и тормозной диск, и суппорт тормозной автомобиля, всплывают следующие проблемы. Так как тормозные шланги большинства автомобилей сделаны из материалов не особо прочных, они могут со временем изнашиваться, и при более эффективном торможении они могут просто-напросто не держать то давление, которое создается в тормозной системе жидкостью, и, грубо говоря, раздуваться. То есть у вас мощный диск, мощный суппорт, но при этом шланги просто не выдерживают того давления. Приходит на помощь замена тех самых тормозных шлангов на армированные. То есть они у нас будут условно более крепкие, и из-за этого они будут держать больше давления внутри себя, и не будут, грубо говоря, как раздуваться. То есть у нас будет более прогнозируемое, понятное и еще раз более эффективное торможение всей системы в купе. Мы сейчас не будем прибегать к замене тормозных цилиндров, главных, рабочих и так далее, всей этой системы. Мы разговариваем именно про штатные автомобили, что им нужно, чтобы избежать проблем с системами торможения. Естественно, такой тюнинг у нас, про который я только что говорил, далеко не бюджетный, потому что это самые производительные на сегодня день системы, которые мы устанавливаем на автомобили, но и опять же, они будут решать вашу проблему на 100%. И тут еще раз хочется добавить про более бюджетный тюнинг тормозной системы, как это делается и что при этом у нас улучшится. Многие прибегают к этому тюнингу более бюджетному путем замены тормозных дисков с штатных на, допустим, диски с перфорацией или насечками. Тут тоже стоит упомянуть очень важный момент, что такое перфорация, что такое насечка. Перфорация тормозного диска – это сплошные отверстия в самих дисках, которые изначально были предназначены для того, чтобы убирать газы, которые скапливаются между колодкой и диском. Такая воздушная, так сказать, подушка, которая мешала быстрому прикосновению колодки к диску, и из-за этого как раз-таки возникало неэффективное торможение. На сегодняшний день это является только эстетической частью, никакого функционала это в себе не несет, потому что тормозные колодки современные сделаны уже абсолютно из другого состава и не возникает данная проблема в современных тормозных системах их колодок. Второе – это насечки. Это очень эффективная на самом деле система. Такие полоски, может быть, вы видели на тормозных дисках, это могут быть просто полоски, могут быть какие-нибудь зигзаги, самые разные предназначенные. Это для того, чтобы как бы срезать верхнюю часть с колодки, когда диск у нас крутится и колодка тормозит. И это предотвращает так называемое зазеркаливание самой колодки. То есть она у нас будет всегда такая немножко шероховатая, и из-за этого будет лучше цепляться за тормозной диск. И второе бюджетное улучшение – это замена колодок тормозных на хорошие проверенного бренда, которые, естественно, будут лучше тормозить. Тут тоже стоит упомянуть, что при таком тюнинге невозможно достичь каких-то колоссальных изменений. То есть это будут небольшие улучшения, вот те же насечки, допустим, если вы хотите сделать бюджетный тюнинг, прям рекомендую это делать, потому что вы часто ездите по дороге, где может быть пыль, вода, допустим, смойки. Это я знаю, люди выезжают часто, и вот это первое торможение на штатных дисках, оно неэффективное, потому что у нас на самом диске, между диском и колодкой, скапливается вода. То есть, грубо говоря, колодка сначала трется у нас по воде, а потом уже по самому диску. Вот как раз-таки насечки вас от этого избавят. И второе, это пыль, которая есть у нас на дорогах, которая тоже может налипать на диск, на колодку, вызывать неэффективное торможение. И благодаря насечкам все эти проблемы у вас уйдут, и все это решится. И, естественно, в наших тюнинг-италие ProTuning можно все это сделать. Мы являемся официальными дилерами многих брендов тормозных систем. Это GBT, Brembo, Willwood и так далее. То есть, можете все это установить в наших тюнинг-центрах с гарантией. Все это будет делаться проверенными специалистами с большим опытом. И, что самое главное, это будет максимальная качественная работа и подбор материалов под ваш автомобиль. И я еще раз напоминаю, что не стоит забывать о своевременном обслуживании тормозной системы вашего автомобиля, потому что это в первую очередь ваша безопасность, ваша жизнь и также жизнь людей, которые ездят с вами в автомобиле и ездят в потоке на дорогах общего пользования. Это очень важно и не стоит забывать об этом. В этом всем мы можем вам помочь. Можете обращаться в наши тюнинг-центры, которые находятся в городе Краснодар по адресу улица Российская, 3013 и улица Уральская, 35. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео.